Ну, собственно, всем привет, и, возможно, у вас появляется вопрос, а где видео? Дело в том, что у меня был переезд и некоторые важные дела, однако вот я вроде бы немного поосвободился, и хочу обозначить, что я... Визуальная новелла Still Life, или, вернее сказать, Point and Click, это постапокалиптический хоррор. Про далёкое будущее, где почти что всех людей попереубивали роботы, ещё это месть какой-то вирус, короче, классика. Собственно, демка начинается с того, как наша героиня попадает в плен каким-то женщинам, которые подозревают, что она робот, и начинают её пытать. Подозрения у них возникают, естественно, не просто так, дело в том, что у нас на спине, оказывается, находится какая-то батарея. Мы пытаемся объяснить, что на самом деле наша батарея — это некое изобретение нашей мамы, которое поддерживает наше сердцебиение, но нам не верят и продолжают пиздить. Данный этап игры в основном представляет из себя просто выбор правильных фраз в диалогах на время, по истечению которого игра выберет вариант ответа случайным образом. Если вы всё сделаете правильно, то пройдёте на следующий этап демки. Если же нет, то рискуете умереть. Разнообразными способами. Вас могут поджарить электричеством, подвергнуть смертной казни расстрелянием. Да, смерти в этой игре являются в какой-то степени элементом коллекционирования, и я думаю, что если эта игра выйдет в Steam, то, возможно, это будет связано с ачивками. Далее другая бобенция уводит нас в какую-то белую камеру заключения, где наша героиня сходит с ума, а мы умираем от скуки. Однако находимся мы там не так уж и долго, и впоследствии падаем в канализацию, где нам предстоит отпиздить робота. Ну или опять же умереть огромным количеством разнообразных способов и разнообразными комментариями. Тут уже начинается пойдан клик составляющая, где нам нужно совершить ряд действий с определённой последовательностью, иначе мы тупо сдохнем. Например, если мы сначала возьмём гаечный ключ и побежим сразу к люку, то тупая девка начнёт его сразу открывать, и её обкатит кислотой. Если же мы сначала побежим к люку, то найдём там лазерный нож, и тупая девка поймёт, что там кислота, и её лучше не открывать. Бой этот показался мне немного напряжённым и, возможно, даже интересным. Да, здесь лучше почаще сохраняться. И не только потому, что вы будете часто умирать, но ещё и потому что... Ну вы же хотите открыть все смерти, а? 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 Какое-то время повозившись, мы всё-таки побеждаем этого робота, и внезапно оказывается, что наша мама никакой не Тони Старк, земля ему пухом, и на самом деле мы действительно робот. Какой неожиданный поворот. Я на самом деле не понимаю, чем думал создатель этой демки. Да, возможно, это шаблонный момент, и этот неожиданный поворот считается ещё в самом начале, но для сюжета-то это же довольно серьёзный момент, что, оказывается, главный герой это не тот, кем он себя считает. Мне кажется, такие моменты всё-таки должны находиться не в демке, а где-то уже, наверное, под конец игры, как типа один из сильнейших моментов. Разве что в будущем мы узнаем, что вот этот поворот на самом деле мы не пиздили никакого робота, а остались в той белой камере, сводящей нас с ума. Тоже довольно оригинально. Кто-то, кто поиграл в эту демку, хвалил её за музыку, но не знаю. Да, она не выбивается из общей картины, что, наверное, уже является чем-то неплохим, но я бы не назвал её шикарной. Шикарный саундтрек был, например, в Портале, в Айзике, особенно в моде Антибёрф. Фури. Ещё был такой довольно классный саундтрек в фильме It Follows. И чё бы ещё накинуть-то? Эээ... Сталкер? В Кейнше ещё была прикольная музыка. Хоп, ниндя, в здании я уже пробрался внутрь, появляюсь поздно ночью, исчезаю рано утром. Глаза и слух, острее лезвия твоей катаны, кин твоих сокрытых страхов, воин, ищущий тумани, поли брани. В общем, тут я бы не сказал, что добавил эту музыку в свой плейлист. Но вообще, в целом, я вам рекомендую приглядеться к этой темке, и я конкретно буду наблюдать за проектом, как ещё одной, возможно, интересной визуальной новеллой, разрабатываемой в России. И боже упаси, это нелюбовь в деньги рок-н-ролл. Единственное, что я хочу сказать автору, аниме-скримеры, они не пугают, они не страшны. Вот просто, вот хоть что с этим делай, аниме-скримеры, это не страшно. Вот, собственно, и всё. Надеюсь, ты не обострёшься.